Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейши Ди и добро пожаловать в новое видео. У меня для тебя очень большие новости, которые в перспективе могут взорвать биткоин и криптовалюту. Конечно же, это не случится сразу же завтра, но базу для этого роста они могут дать. Как ты помнишь, в 2021-2022 годах в Китае происходили массовые запреты, например, майнинга или использование криптовалют в качестве платежного средства. Но мало кто помнит, что в 2017 году во время роста биткоина именно Китай сыграл одну из главных ролей в его взрыве до 20 тысяч долларов, тогдашнего пика буллрана. Криптовалюта – это не акция, в нее можно влить любые деньги напрямую, минуя бюрократическую цепочку конвертаций. Именно поэтому буллран биткоина и криптовалют в 2017 году толкался не только долларом США. Очень солидную часть этого буллрана поддерживал именно китайский юань. Собственно говоря, именно поэтому создатель криптовалюты Трон Джастин Сан неоднократно повторял, что следующий бычий рынок криптовалюты будет стоять на восточных деньгах, как в старые добрые времена. Почему мы об этом сегодня говорим? Да потому что похоже, что китайские деньги возвратятся на рынок криптовалюты. Потому что вчера стало известно огромное для всего криптопространства событие. С 1 июня 2023 года Гонконг официально сделает покупку и продажу криптовалюты, а также ее трейдинг полностью законным для всех своих граждан. Это же открывает ворота для потока денег с востока прямиком в криптовалюту и биткоин. Кроме этого, Гонконг этими законами полностью открывает дорогу для создания собственного стейблкоина на основе азиатских валют. В то же время в США Гэри Гэнслер и комиссия SEC наоборот закрывают двери. Таким образом, стейблкоины на базе доллара, привязанные к доллару, перестанут быть лидером индустрии. К стейблкоинам, привязанным к доллару США, присоединятся и азиатские валюты. Я предполагаю, что у нас будет множество валютных пар с восточными стейблкоинами, а трейдеры получат широкие возможности для арбитража валют. В 2017 году мы видели нечто похожее. Когда был булран биткоина, пара биткоин-китайский юань доминировала. Это исчезло с запретом криптовалюты в Китае, но судя по тому, о чем объявил Гонконг, Китай вернется. И на этот раз валютных пар будет еще больше. Представь себе, каким огромным будет этот денежный поток на криптовалютный рынок. Но из этого вытекает еще два нюанса. Положение США на крипторынке и... Второй нюанс это опасность для тебя, как криптохолдера. Брайан Армстронг, гендиректор Coinbase, комментирует эту новость так. Америка рискует потерять свой статус финансового центра в долгосрочной перспективе из-за отсутствия четких правил регулирования криптовалюты. Более того, ребята, у них не только регулирования нет, но и среда для криптовалюты становится слишком враждебной. Регулирующие органы США буквально борются с криптовалютой, тем самым вынуждая криптопроекты задумываться о смене юрисдикции, то есть побеге из Соединенных Штатов. Брайан добавляет, что в свете последних новостей из Гонконга, Конгрессу США нужно немедленно действовать, чтобы принять четкий закон о криптовалюте. Европа, Великобритания, теперь и Гонконг обгоняют США в этом вопросе. Я честно не понимаю, что творит Гэри Гэнслер и зачем он совершает поступки, которые в итоге навредят только лишь США. Я помню его лекции в MIT, в которых он рассказывал о крипте, блокчейне, как он восторгается этими технологиями, как они, по его мнению, изменят будущее и как они могут помочь США сохранить лидерство в финансовом мире. Гэри Гэнслер там, в MIT, и Гэри Гэнслер здесь, возглавляющий комиссию SEC, как будто два разных человека. Но давай перейдем ко второму нюансу, который касается тебя, как криптохолдера. Итак, Гонконг буквально откроет ворота в криптовалюту для восточных денег. Это хорошо, но есть одна опасность. Китайские деньги могут превратить любой законный и солидный криптопроект в гигантскую финансовую пирамиду. Так было, например, с СИОС в 2018 году. И так может случиться и на этот раз. На самом деле это уже происходит. К примеру, вот эта пирамида в Китае уже предлагает 3800% в год за то, чтобы ты держал криптовалюту Матик в ней. 3800% в год. Это очень опасно. Я был бы очень осторожен с этой монетой сейчас, ведь кто знает, что будет, когда эта пирамида лопнет. Возможно, ее организаторы попробуют продать все эти матики. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok